МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале. Красная линия. Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Чем больше, чем дружнее, чем организованнее будет это движение, чем скорее обновим курс и придет к власти правительство народного доверия. За социальную справедливость и развитие страны. Второй Всероссийский женский форум собрал в Госдуме более 200 делегатов. Я бы власти вообще в заслугу это не ставил, поскольку народ начал их заставлять вернуть то, что у них было. У них все это отобрали. У них была больница, у них были там и реактивы, и лекарства, и врачи. В районном центре Валова Липецкой области вновь заработало детское отделение больницы. Это стало возможным благодаря местному отделению КПРФ. Эта программа Соединенных Штатов Америки, стран Запада, начиная с 91-го, когда разваливали Советский Союз, у них была задача уничтожить сильную державу, сделать его сырьевым придатком. Все на вывоз. Бессильной промышленности. Россию ждет незавидное будущее сырьевого придатка Запада. Жители районного центра Валова Липецкой области смогли добиться возвращения детского отделения больницы. В этом им помогли местные коммунисты. За этой историей мы пристально следим уже давно. С 2016 года в Валово работал только дневной стационар, в котором было 12 взрослых коек и одна детская. Ко многим специалистам людям приходилось ездить за 40 километров в соседний район. Я боролась за больницу, но больше всего мы боролись за детское отделение. Мы очень благодарим всех КПРФовцев за то, что они нам помогли в нашей борьбе. Но мы надеемся, что все-таки обещали нам где-то в мае открыть всю больницу. Мы надеемся, что это произойдет. В прошлом году депутаты-коммунисты провели встречу с жителями Валовского района. Тогда люди пожаловались на проблемы со стационаром. Представители местного отделения КПРФ обратились в надзорные органы и к президенту страны. И вот результат. Детское отделение в Валовскую больницу вернули. Я думаю, что это заслуга людей в первую очередь. Просто так получилось, что мы к этой проблеме подключились. И я бы власти вообще в заслугу это не ставил, поскольку народ начал их заставлять вернуть то, что у них было. Еще весной прошлого года исполняющий обязанности губернатора Либицкой области Игорь Артамонов пообещал, больница в районном центре Валова будет работать как прежде. Важно принять очень взвешенное решение, поэтому мы будем его принимать на месте. Одно из возможных – возврат статуса Валовской больницы отдельно, от Тербунской. На первый взгляд проблема решена. Но местные жители жалуются. При обращении в стационар лекарство приходится приобретать за свой счет. Мне здесь, когда пришел, сказали, у нас нет ничего на миновании. Вообще ничего, ни лекарств нет, ни шприцов, ни капельницы. Но нет и нет, пришлось покупать в аптеке. Мужчина потратил на это 23 тысячи рублей при пенсии в 12 тысяч. Когда наша съемочная группа совместно с депутатом областного совета от КПРФ попыталась разобраться, в чем дело, их попросту вытолкнули из больницы. Вы нарушаете закон. Вы нарушаете закон. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ты что ты тут хватаешь твою шахту? Вы что делаете? Заведующая лабораторией от комментариев также отказалась. Коммунисты взяли ситуацию под особый контроль. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Анастасия Лукашевич, Екатерина Иваненко, «Красная линия». В Государственной Думе прошел Всероссийский женский форум, посвященный поддержке семьи и детей. Он собрал более 200 участников из 20 регионов страны. Мероприятие приурочено к Международному женскому дню. Подробности в репортаже Ольги Бычковой. Форум проводится во второй раз по инициативе Всероссийского женского союза «Надежда России» и фракции КПРФ Госдуме. Главной темой разговора стало недавнее послание президента Федеральному собранию. Обсудили вопросы социальной политики, вопросы равноправия мужчин и женщин в современном мире и пути их решения. Было особо отмечено, что проблема снижения доходов особенно коснулась женщин. За свой труд они сейчас получают в среднем на 26% меньше, чем представители сильного пола. Нужна четкая система государственных мер, чтобы каждая молодая семья, которая отваживается рожать ребенка, многозетная семья, где трое больше детей, понимали, что судьба их не зависит от того, выступит президент с посланием или нет, будет у него там прямой эфир или не будет. Эти меры государственной поддержки придут из федерального бюджета, невзирая на то, есть в региональном муниципальном бюджете деньги или нет. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, при нынешнем курсе правительства развитие России невозможно. Есть два способа изменить ситуацию – собирать митинги и активно голосовать. Если народ не сплотится и не консолидирует силы, страна утратит свою целостность. В защиту женщин, детей и стариков, прежде всего. В защиту единства и целостности нашей любимой России против олигархии, воров, бандитов и преступников. Чем больше, чем дружнее, чем организованнее будет это движение, тем скорее обновим курс и придет к власти действительно правительство народного доверия. По мнению участников форума, к власти должны прийти другие люди. К нынешнему правительству по-прежнему остается много вопросов. Ольга Бычкова, Красная линия. Проходчики станции Театральная Петербургского метро вновь требуют от руководства погасить долги по зарплате. По словам рабочих, со многими из них до сих пор полностью не рассчитались за декабрь. Ранее проходчикам обещали выплатить зарплату 20 февраля, но деньги так и не поступили. Коротко о других новостях в стране. По данным опросов ЦИОМ, 98% россиян никогда не обращались за помощью в профсоюзы. 53% респондентов уверены, что рабочие организации не в силах защитить их трудовые права. Половина опрошенных заявила, что сегодня профсоюзы должны работать эффективнее. Хабаровск заволокло дымом. Юго-западный ветер несет смог из Китая, где жгут сухую траву и солому. В связи с задымлением растет количество обращений людей к врачам. Синоптики не обещают скорого изменения ситуации. Причина происходящего – аномальное тепло на Дальнем Востоке. Эффективность работы губернаторов будут оценивать по качеству дорог и выполнению федерального проекта «Дорожная сеть». Подобную методику правительству предложило Минэкономразвитие. Самый высокий бал главы регионов смогут получить за ремонт региональных трасс. В Красноярске прошел финальный этап эстафеты огня зимней универсиады. 70 человек, сменяя друг друга, пронесли огонь по главным улицам столицы студенческих игр. В парке универсиады зажгли чашу огня. Церемония открытия соревнований пройдет в субботу. Россия отстает от ведущих стран по производительности труда на 40 лет. Об этом заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, сегодня в России один работник производит продукции в среднем на 23 доллара в час, тогда как в США втрое больше. Можно ли добиться роста производительности труда при существующей экономической модели? Ответы экспертов в нашем материале. В России сложилась система, при которой не приходится говорить ни о росте производительности труда, ни о развитии промышленности вообще. Из-за высоких налогов производство в стране неконкурентно способно. Пример. Если перевести принадлежащий рост Сельмашу тракторный завод из Канады в Россию, он работать просто не сможет. Если там предприятие получает прибыль в 16 миллионов долларов в год, то у нас оно получило бы убыток почти в 22 миллиона. Главная статья – налоги. В Канаде наши тракторостроители платят их на сумму 48 миллионов долларов, а в России должны были бы платить в полтора раза больше. Налоги душат производство, и страна живет на нефтегазовой игле. Государство не видит других направлений развития. То есть есть сильная структура, есть компании, металлургии, нефтянки, которые за последние 30 лет научились работать. Вот неплохо было бы, чтобы еще и государство научилось работать. И мы, что строители, мы научились работать. Тогда можно было бы ожидать подъем через другие сектора. Под страхом западных санкций олигархи отдают российские ресурсы под контроль Запада. Остальное планомерно уничтожается. Пример – развал отечественного авиапрома. Парк самолетов в стране сегодня на 90% иностранного производства. Наши новые разработки – суперджет – невозможно продать без разрешения Запада. А МС-21 никак не выйдет в серийное производство. Власти есть представление, что другого пути нет. То есть есть глобальные рынки, где туда нужно поставлять ресурсы, капитал вывозить. И в обмен на это будут технологии, будет доступ к этим рынкам. Наверное, частично это сработало, когда была хорошая конъюнктура сырьевая. Но сейчас Запад уже в каком-то смысле очухался и собирается, и активно уже этот путь для нас закрывает. Поэтому сейчас у нас не осталось никаких других способов, кроме внутреннего развития. И эта программа Соединенных Штатов Америки, стран Запада, начиная с 91-го, когда разваливали Советский Союз, у них была задача уничтожить сильную державу, сделать его сырьевым придатком, оставить там, как они говорят, 60-80 миллионов граждан, чтобы они обслуживали вот эти сырьевые производства. Вот это место России в мире на зимовом шарике. Они так определили. А власть сегодня, начиная с президента, премьер-министра Единой России, обслуживают эту идею. Развал экономики и тотальная распродажа, известные больше как либеральные реформы, начали проводить в России на рубеже 90-х. И пока люди пребывали в эйфории от слов «демократия» и «перемены», на Западе уже точно знали, какая судьба нам уготована. Об этом рассказывается в нашем новом документальном фильме «Победившие себя сами». Ельцин – предводитель стаи, протаскивающий реформы, а значит, демократ. Так мы называем тех, кто проводит программу западного бизнеса. Западу он нравился своей беспощадностью и желанием обязательно провести так называемые реформы. Красивое слово. Ремарка Наома Хомского. Цель реформ – отбросить бывший Советский Союз обратно в Третий мир, где страна была 500 лет до большевистской революции. Снова превратить эту огромную часть мира в то, чем она была раньше – территорию, на которой Запад черпал бы ресурсы, рынки и дешевую рабочую силу. Сильная Россия сегодня никому в мире не нужна. Передовые капиталистические державы загнали ее на периферию и благополучно грабят. Ситуация складывается настолько критическая, что ее уже не исправить ни нацпроектами, ни так называемым ручным управлением. России нужна сильная промышленность. И чтобы она заработала, нужно менять саму систему. Премьеру документального фильма «Победившие себя сами» смотрите в эфире нашего телеканала 5 марта. Белоруссия не против общей валюты с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он уточнил, что это не будет ни белорусский, ни российский рубль. Лукашенко отметил, что граждане его страны хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Коротко о других новостях в мире. Россия и Китай заблокировали в совбезе ООН резолюцию США по Венесуэле. Документ предполагает проведение новых президентских выборов в стране. Пост пред России при ООН Василий Небензе назвал резолюцию кульминацией политического спектакля двойных стандартов. В столице Испании, Мадриде, прошла многотысячная акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Демонстранты выступили против вмешательства США во внутренние дела республики. Они несли плакаты с лозунгами «Руки прочь от Венесуэлы». Дональд Трамп назвал прошедшие переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ином содержательными, несмотря на то, что не было заключено итоговое соглашение. Президент США уверен, что Вашингтон и Пхеньян в итоге достигнут договоренности по спорным вопросам. Сотни российских туристов, отдыхающих в Индии, столкнулись с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Нью-Дели. Причина – обострение индийско-патистанского конфликта. Ранее обе страны временно закрыли воздушное пространство над своими территориями. В декабре прошлого года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Однако в Башкирии ситуация пока только ухудшается. СМИ и зоозащитники рассказывают о многочисленных фактах массового истребления бездомных животных. Тему продолжит репортаж из Уфы. Алина Джад живет в пригороде столицы Башкирии. В феврале бездомную собаку, о которой семья заботилась, нашли в мусорном баке. Конечно, такая расправа над животными – это просто ужасно. У меня вот это все, например, видел ребенок. Она была хорошая. И она никого не обижала. Зачем ее отрожать, я не знаю. Щенок Юлии Николаевой убежал во время прогулки. По словам женщины, есть свидетели того, как в ее собаку выстрелили и увезли в неизвестном направлении сотрудники МУП спецавтохозяйства, которые занимаются отловом бродячих животных. Я писала в Москву. В Москве назначают организовать проверку, но спускают по компетенции в город Уфа. А в город Уфа не видят этих фактов и присылают отписки. Представители администрации города и сотрудники МУП спецавтохозяйства отрицают свою вину. Они утверждают, что кошек и собак отлавливают, а не отстреливают. Мы выявляем собаки в социальной сети, ищем, пытаемся найти хозяев, довезти до них, чтобы они забрали, то есть на цепь посадили или следили, по крайней мере, за своими питомцами. В слова чиновников зоозащитники не верят. Мест для содержания отловленных кошек и собак в городе нет. Да и во всей республике отсутствуют муниципальные приюты для животных. Каждый год башкирские чиновники заявляют о том, что выделено то 120, то 130 миллионов на строительство приюта для животных в Уфе. Но куда деваются эти деньги, непонятно. Недавно власти Уфы снова пообещали построить в городе приют. Для этих целей потребуется 130 миллионов рублей. Елена Кухарева, Красная линия. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин